всем огромный привет рада видеть вас на своем канале впрочем об этом вы уже скорее всего знаете сегодняшнее видео посвящено сразу двум темам одна из них мои парфюмерные хотелки я давно обещала снять такое видео вы меня поддержали в комментариях сказали что подобная тема будет интересно и во второй части видео я расскажу вам о своих дублях в коллекции парфюмерии те ароматы которые у меня повторяются те ароматы которые у меня есть некоторые кстати даже еще в коробках запакованные у меня их немного но то что есть в этом видео обязательно вам покажу итак начнем с моих парфюмерных хотелок и почему это все еще мои парфюмерные хотелки а флаконы по-прежнему не красуются на моей парфюмерной полке в основном это цена очень небюджетная очень негостеприимная я вот их хочу а эти флаконы меня видимо не очень поэтому возможно когда-то они у меня появятся но мне кажется все таки не в ближайшее время ну а до некоторых у меня просто еще руки не дошли но я планирую их приобрести в свою коллекцию итак первый аромат который бы я очень хотела в свою коллекцию это стефаном берта люка три семерки аромат называется холдэ бахрейн а я очень много о нем читала о том что он так и бальзамический красивый плотный густой в общем все как я люблю честно говоря мне кажется что даже если бы я его купила без тестирования он бы меня не разочаровал но все равно за такую цену покупать флаконы вслепую я как-то побаиваюсь еще учитывая что такая небюджетная цена всего за объем 50 миллилитров а не 100 поэтому меня еще знаете вот постоянно что-то останавливает но мне все-таки кажется что этот аромат мне бы понравился кстати если у вас в коллекции есть мои парфюмерные хотелки обязательно пишите о них свои впечатления возможно ваши впечатления будут последней каплей и я все таки куплю эти заветные свои флакончики парфюмерные хотелки следующий аромат который мне бы даже наверное более чем первый хотелось бы в свою коллекцию потому что о нем еще больше отзывов и более того очень многие мои зрители мне писали в личные сообщения куда-то там в директ инстаграм или я просто на youtube что этот аромат потрясающий нравится абсолютно всем все от него в восторге это тот же самый бренд стефаном берт люка три семерки аромат называется солнце джиды у меня бывает такое что я вот по каким совершенно непонятным причинам хочу тот или иной флакон вот по непонятным вот вроде бы читаю пирамиду читай какие-то отзывы ну да классно но обо многих ароматах отзываются хорошо и многих ароматов много поклонников ну как то вот найти глаз мой смотрит не на все а тут этот аромат который вот уже наверное года полтора мне покоя не дает на него как это вот куда не посмотрю он раз и мне встречается раз и я уже подумываю думаю что это судьба уже надо просто как-то взять себя в руки и несмотря на цену купить этот 50 миллилитровый флакон он кстати по моему стоит дороже даже чем колды бахрей вообще на этот бренд за последнее время цена ну может быть и в тех магазинах которые я смотрю на прям вот так существенно подросла если у вас есть этот аромат коллекции обязательно расскажите мне поделиться и впечатлить следующая моя парфюмерная хотелка это такая относительная новинка у бренда амуаж аромат который называется crimson rocks такие противоречивые впечатления у людей кто-то говорит что это провал амуаж кто-то говорит что это великолепнейший аромат там с каким-то невероятно красивым звучанием прям чуть ли не вишневым таким кто-то говорит что аромат для амуажа просто кто-то говорит что это что-то новое и это точно стоит потестировать и тут скорее вот любопытство то есть какие впечатления у меня будут от этого аромата и скажем так начали будут стороне я то есть красивые это или слишком просто для мужа то есть вот с этой точки зрения очень интересно действительно был потестировать эту новинку там у аж а следующий аромат тоже амуаж аромат называется материал и вот про него я практически не читала отзывов даже когда их искала было их очень очень мало и потом как-то я на отзывы так подзабила но тоже с тех пор с выхода с момента выхода этого аромата почему-то это вот как знаете со солнца джида тоже вот как-то я вот прямо на него смотрю и понимаю что вот прям я очень хочу аромат материал не знаю о чем не понимаю о чем пишут в отзывах это просто наверное какая-то хотелка по названию мне почему-то очень это слово материал привлекает вот да я вот такой странный человек меня иногда привлекает какие-то такие вещи очень странный то есть обычно в парфюмерии может что привлекать хорошие отзывы красивый флакон а меня вот слова привлекает название поэтому вот ничего не могу с собой поделать но это аромат в своей коллекции очень хочу следующий аромат который я также не приобретаю из-за довольно высокой цены за флакон 50 миллилитров это аромат видео лондон тоже достаточно много отзывов читала в принципе на сто процентов умея уверена что аромат мне понравится это как я поняла из отзывов какая-то такая нежная кожа замша с малинкой такое направление я очень люблю как уже сказала вряд ли разочарует но пока останавливает цена потому что хоть я и люблю такое кожа на малиновое направление но у меня есть пара аромат и я не могу сказать что я ими слишком часто пользуюсь под настроение да так вот под настроение пока на данный момент я просто не готова отдать за аромат пусть и прекрасный кожаный с малиночкой столько денег поэтому пока остается хотелка следующий аромат стоит не так дорого и он значительно более доступны по цене аромат atar collection crystal love мужской у меня есть абсолютно все отары кроме двух king solomon и crystal love мужской это два мужских аромата и вот я думаю нужны они мне или нет в принципе отзывы среди моих зрителей о crystal love мужском очень даже неплохие но на фрагрантике о нем как-то такие настолько противоречивые отзывы кто-то пишет что это клон какого-то люкса там самого чуть ли не банального прибанального кто-то пишет это само очарование в общем мне кажется нужно купить потому что сейчас на него цена стала дешевле почему-то не знаю почему то есть буквально наверное полгода назад год он стоил по раз в полтора дороже то есть мне кажется надо все таки наверное купить опять-таки если у кого-то есть crystal love мужской обязательно пишите может вы знаете на что он похож следующий аромат который рано или поздно появится в моей парфюмерной коллекции потому что цена хоть ну конечно не бюджетно но не такая уж заоблачная и вместе подозрению что аромат мне очень понравится это эксцентрик молекула молекул 01 плюс мандарин потому что из всех молекул эксцентриков молекула 01 это мой любимый аромат эксцентрик молекула и мандарин в парфюмерии в последний год я очень люблю и мне кажется что 0 1 молекула мандарин это прям вот то что мне надо поэтому может быть не прям ближайший но в скором времени обязательно приобрету себе это флакон не так давно в моей коллекции появился мой первенец от джо малон аромат который называется english pearl фрезе о нем в скором времени будет видео расскажу поделюсь своими впечатлениями и мне очень захотелось еще один аромат его джо малон который называется blackberry by по-моему это один из самых популярных ароматов у джо малон я его не тестировала но очень положительно отношусь вот какие живички к всяким древесным нотам типа кедра ну и тот же самый ветивер я тоже люблю в общем ноты в аромате мне очень импонирует думаю что аромат сам довольно приятно следующий аромат в списке моих хотелок в списке моих хотелок но что-то последнее время мне кажется что я не так уж сильно его и хочу потому что его цена конечно не бюджетная но там объем 125 миллилитров прям все как я люблю ведрами вот и в общем то конечно я так понимаю что если бы я очень сильно хотела то наверное в моей коллекции он бы уже появился в общем это аромат от герлен называется santal royal я очень много о нем читала и кучу отзывов о нем и все они в основном положительные может быть когда-нибудь соблазнюсь все таки следующий аромат который бы мне хотелось в свою коллекцию это аромат от бренда atkinson и называется он лаванда on the rocks какой-то такой момент знаете был когда меня прям на лаванду потянуло причем мне захотелось такую не лаванду с ванилью не теплую лаванду а так вот прохладную тонкую и как я поняла лаванду от бренда atkinson она как раз такая хочется никакого такого лавандового свежачка думаю рано или поздно также флакон появится в моей коллекции следующий аромат который я хотел бы в свою коллекцию это на вид новинка от жилетка за ган аромат называется лили фэнтези но этот аромат мне бы наверное хотелось в свою коллекцию исключительно ради коллекции потому что ароматов джульетта хозыган у меня довольно много и неплохо бы было пополнить ее каким-то новым ароматом новинкой от бренда почему я не возлагаю особенных надежд на этот аромат потому что в пирамиде этого аромата жевательная резинка что меня уже в принципе прям изначально очень смущает потом значит здесь тубероза которая не то что меня смущает а прямо уже очень сильно отталкивать потому что туберозы я в парфюмерии прям не переношу ну и дальше тут что у нас жасмин амбра оксан амбра жасмин амбра оксан и амбра я к нему очень хорошо отношусь насколько там будет явная жевательная резинка и тубероза не знаю но ради коллекции новинку все-таки хочу некоторое время назад лазила в инстаграм смотрела какие-то новинки парфюмерные что у кого выходит и увидела рекламу герлен аромат под названием rose cherry какая-то скорее всего наверное бутиковая линейка и там много много ароматов в коллекции представлено точно не знаю потому что там все очень красиво но особенно какой-то подробной информации нет мне очень понравился флакон и мне почему-то очень захотелось этот аромат аромат может быть там вишня вкусная но в интернет магазинах пока этого аромата нет он продается в гуме в цуме я посмотрела а там цена в районе 27 тысяч рублей за флакон ну я подумала что купить аромат за 27 тысяч рублей в надежде а вдруг там вкусная вишенка это сами понимаете странновато ночью флакон красивые очень бы была рада иметь его в своей коллекции но куплю аромата герлен наверное вряд ли но мне кажется это довольно большой риск покупки вслепую а учитывая мою лень в гуме этот аромат тестировать вот прям точно не поеду следующий и последний аромат моя парфюмерная хотелка это на винда бренда манталь они анонсировали этот аромат в своем официальном инстаграм но в интернет магазинах аромат пока не появился сейчас буду очень сильно улыбаться потому что из мою из моих уст название аромата будет звучать довольно смешно мне кажется аромат называется блю матча или матча в общем суть в том что я залезла думаю надо посмотреть вверх правильное произношение в интернете во вторых это чай такой а во вторых как правильно произносится и на какой слог падает ударение оказалось что правильное наименование этого японского растет растертого чая правильно произносится матча без буквы че ударение в этом слое падает на второй слог матча то есть в общем вот а матча это допустимая разговорная форма которую сегодня можно услышать часто в русской речи в общем матча допустимых форма мы наверное так и будем знать то что в интернете именно так везде проект аромат а брать название и пишут новинка который пока еще нету пару отзывов на фрагрантик есть пишет что это не характерный для манталь аромат в общем он очень понравился тем кто его уже успел протестировать ну где-то там может быть во французских бутиках и так далее но мне честно говоря захотелось я думаю что когда появится интернет-магазин у нас в россии я с огромным удовольствием и интересом куплю и так на этом первая часть видео подошла к концу на данный момент мои парфюмерные хотелки такие на самом деле конечно давайте будем честны и их гораздо больше это можно знать прям рулон туалетной бумаги брать и мелким мелким шрифтом писать и вот все это будут мои парфюмерные хотелки но я старалась скромненько не выходя за рамки приличия и вот такой список из 13 ароматов у меня получилось сегодня если вам такое видео такой обзор интересен вы пишите обязательно в комментариях я сниму вторую часть расскажу вам еще больше о своих парфюмерных хотелок и так следующая часть видео переходим с вами ко второй живет репещущей теме это дубли в парфюмерной коллекции как я уже сказала в начале видео дублей у меня немного ароматы которые с легкостью можно купить на сегодняшний день даже если они мне очень нравится я их не покупаю скажем так про запас в основном аромат который у меня есть это или снятости или я знаю что их скоро снимут или аромат который у меня прям вот уже на исходе осталось где-то прям 1 миллилитр где-то 2 миллилитра и поэтому просто я покупаю себе повтор потому что и хочу продолжать пользоваться этими ароматами и так начинаем и так первый аромат аромат дживанши аморич экстраваганс аромат который переиздавали дважды сначала у него был один флакончик вот эта вторая версия и потом еще была третья в итоге сняли с производства днем с огнем не найти где найти стоит уже около 20000 рублей за флакон бережно его храню берегу и очень расстраивалась на тему того что его уже практически нигде не купить цена огромная и я его прям экономила экономила обожаю аромат тут танджирин здесь какие-то травы цветы он для меня очень необычный он очень сильно выделяется на фоне остальных люксовых ароматов он для меня прям красив невероятно могу им пользоваться и с утра и вечером и зимой и летом и был обзор на него я рассказала о том что я обожаю о том что это снятость и моя зрительница сказала что у нее в магазинчике в ее городе продаются остатки ароматов и там есть этот аромат и по прекраснейшей цене по цене который когда-то я покупала и вот этот флакон и она мне выслала флакончик аморич экстраваганс в новой версии это вот как раз таки первый флакон вот это второй и вот этот третий я их сравнила они не сильно отличаются буквально в каких-то верхних нотах вот этот вот наверное чуть мягче чуть цветочнее в раскрытии они в общем-то абсолютно идентичные я здесь знаете прям так бережно бережно оторвала целлофанчик даже вы видите оставил он у меня тут я вам покажу флакончик вот теперь хороню теперь хороню два флакона потому что это моя конечно большая-большая парфюмерная любовь вот так вот они выглядят тут по форме флаконы одинаковые отличаются только этикетка вот первая версия флакон очень сильно отличался там еще такая больше какая-то табачная нотка присутствовала вот в этих переизданиях вот этой табачности уже нет и месяц на гра вот эти вот нравится больше они более более зеленые такие а тот более табачный в общем один и второй большая моя любовь буду хранить вас любить периодически вас наносить на свою кожу и получать огромное огромное удовольствие спасибо огромное моя зрительница за то что нашла время за то что ей было не лень ехать в этот магазин выкупать этот флакон в общем прям огромное спасибо аромат который я повторила сейчас уже на данный момент это абсолютно пустой флакон джульет хезеган но ты парфан супердос ну просто я очень долго собиралась снимать это видео и когда я купил себе дубль здесь еще был на на миллилитров пять десять и поэтому я купил себе еще один флакон и здесь уже кстати видите не хватает миллилитров пятнадцать наверное мне аромат очень нравится вот джульет хезеган в обычной версии но ты парфан мне не очень нравится потому что он все таки ну очень слабо ощущается и знаете больше наверное на улице от дуновения ветерка какой-то хотелось чего-то такого же но все-таки более стойкого более ощутимого и это как раз супердос есть люди у которых на этот компонент она смея то есть они вообще не чувствуют вот этих вот всех одномолекульных ароматов я очень хорошо чувствую супердос более того я чувствую на своей коже довольно долго то есть пять шесть часов абсолютно отчетливо люблю для меня это такая древесная терпкость вот некоторые сравнивают с хрустящей чистотой некоторые даже с медициной но мой мозг рисует вот какую-то влажноватую терпкую древесину вот очень люблю этот аромат поэтому собственно говоря и более того когда закончится вот этот флакон я куплю себе еще один потому что это для меня такой аромат и в пир и в мир и утром уместен даже если на улице прямо знаете 7 часов утра и в жару и в прохладную погоду он мне нравится универсальный для меня аромат следующий аромат дубль которого у меня есть это аромат а мош бракен сейчас я вам покажу как это выглядело в коробке у меня здесь на самом деле наверное не хватает миллилитров ну 10-15 то есть флакон практически полный но я купила дубль и я даже не открывал эту коробку она так и осталась людей пока не собираюсь потому что не вижу никакого смысла хотя иногда очень хочется потому что вот эта версия англия а вот эта вот версия у меня бракена аманская конечно с одной стороны очень хочется открыть и сравнить насколько они похожи между собой потому что версии выпущены в разных странах у амош зачастую отличается даже от года аромат от года выпуска аромат бывает очень сильно отличаются вот но мне почему-то хочется он был запечатан то есть такой вот про запас но не открытый а запечатанный флакончик первозданном как говорится виде амуаж бракен обожаю это какая-то такая терпкая зелень в нотах папоротник но большинство папоротник никак не пахнет поэтому тут скорее такая вот фантазийная какая-то нота но здесь явно ощущается какая-то вот терпкая зелень наряду с этим очень часто раскрывается аромат как стиральный порошок то есть ко мне подружка приехала как-то в гости она после нашего совместного ира она после нашего совместного обзора влюбилась в этот аромат купила себе флакон и буквально неделю через три приехала ко мне в гости я говорю ир а чем от тебя так невероятно пахнет такое ощущение как будто ты в каком-то гигантском количестве постирала свое одежду в гигантском количестве порошка постирал свою одежду и от тебя настолько пахнет вот этим порошком и чистотой он и говорит слушай это бракенаму аж я его вообще не узнала вообще то есть на ней нет никакой зеленой терпкости на ней только вот этот вот чистейший стиральный порошок ну это так было потрясающе я прям за ней целый день ходила пока она меня в гостях была на мне больше раскрывается вот этой терпкой зеленью и тот тот вариант просто и волшебный Зачем я купила дубль? До меня дошел слух, что его снимут с производства. Поэтому я бы и третий флакон купила. Я уверена, что этот аромат мне не надоест никогда. Следующий аромат, который у меня также повторяется, и здесь, кстати, тоже довольно много, использовала я прям совсем каплю, это Валентина Пудра. Например, аромат снят с производства, найти его сейчас очень сложно, цена его очень небюджетная стала в связи с этим. И когда только я узнала о том, что аромат снимают, я купила себе еще один, сейчас покажу. Я тоже их не сравнивала, это абсолютно новый флакон. Сейчас вам покажу. Выглядят они абсолютно идентично, вот таким вот образом. Вот. И хранится на всякий случай. Не могу сказать, что это моя какая-то парфюмерная любовь, хотя пудрой, особенно из флакона, он очень пахнет. Ну, да, из флакона он прям пудрой пахнет. Но на моем теле раскрывается слишком плотно, и здесь большое количество туберозы, которую я не очень люблю. Вот. Но все же считаю, что аромат Валентина Пудра довольно красив для любителей такого направления, для любителей пудровых ароматов. В общем, на всякий случай про запас. Следующий аромат, который купила себе в коллекцию, аромат бренда Брекор Амбер Нуар. Это один из любимых амберовых ароматов в моей коллекции. Если вы не смотрели подборку амберовых ароматов на моем канале, это видео есть, обязательно посмотрите. Если не забуду, ссылку внизу оставлю, если забуду, просто парфюмерный плейлист на моем канале и там все подборки. Красивейший амбровый аромат, очень женственный, прекрасный, мягкий, теплый, восхитительный. И у меня осталось, мне кажется, так, мне кажется, там миллилитр пять, максимум десять, но скорее всего пять. Я им одно время пользовалась, прям не переставая. На него скидка, и до сих пор, кстати, есть скидка, потому что вот этот флакон я покупала за пять с половиной тысяч, и он стоил в интернет-магазинах пять с половиной, шесть тысяч за пятьдесят миллилитров. Сейчас он стоит дешевле. То есть вот этот флакон мне обошелся, ну, в полтора раза дороже, чем вот этот флакон. Сейчас я вам покажу. Бренд периодически меняет флаконы, а вернее, этикетки на флаконах, и теперь это выглядит вот так вот. То есть здесь как будто бы железное, на самом деле это пластик. А здесь как, ну, такая грубая ткань, что-то такое вот. Единственное, конечно, могу сказать, что этикетки на свои ароматы, они клеят кривовато, и это не только у меня так, потому что если вы почитаете какие-нибудь отзывы, посмотрите обзоры, то очень у многих этикетки вот эти вот кривоваты, и об этом, в общем-то, люди говорят. Почему они так клеят, почему нельзя наклеить это поровнее, я не знаю, но вот грешат, грешат, надо сказать. Ароматы, кстати, хоть флакон и изменился, ароматы абсолютно на мой нос одинаковые, даже вот без каких-либо нюансов. Красивая, теплая, прекраснейшая амбра. Если любите амбровые ароматы, очень советую вам присмотреться, потому что на него сейчас скидка, и до меня тоже дошел слух, что вроде бы как этот аромат собираются снимать с производства. Не знаю, правда это или нет, но к этому аромату однозначно стоит присмотреться. Следующий аромат, который я купила, еще один флакон, это бренд Миколев Иланг Голд Нектар. У меня здесь осталось буквально, наверное, парочку миллилитриков. Это красивейший Иланг, такой с ванилью, теплый, женственный. Я от него не устаю. Хотя, кстати, вот этот Иланг с ванилью довольно, ну такой плотный аромат, то есть его нельзя назвать таким цветочным легким, он плотненький такой, все равно имеет свою густоту. Но Иланг здесь прекрасен, Иланг здесь прекрасен. Кстати, вот здесь уже вам, конечно, показать не смогу, а вот в своем новом флаконе, сейчас я вам могу, ой, сейчас я его вытащу. Вот таким образом выглядят коробки. Если флакончик разболтать, то жидкость в нем перламутровая. На кожу, если попадает, то кожа начинает немного блестеть. И следующий и последний аромат дубля в моей коллекции, по-моему, если я ничего не забыла. Если я что-то забыла, я сниму еще одно видео, но пока это то, что вот прям мне очевидно попалось на глаза. Ред Ут от Монталь и 100 мл версия того же аромата. Вот в этом флаконе, наверное, еще осталось половина, здесь 50 мл. Кстати, очень часто девчонки, кто покупает Монталь, и кто с брендом вообще не знаком, покупают или 50 мл, или 100, а крышки что-то откручиваются, сейчас я откручу, наверное, в общем, ладно, не буду. Крышки откручивают, смотрят, а там во флаконе вот так вот налито. И они мне пишут, Наташа, наверное, кто-то отлил, потому что же они откручиваются, особенно если тестеры покупают. Вы не переживайте, флакон и Монталь никогда не были наполнены доверху. Здесь объем флакона значительно больше, а налито здесь ровно 100 мл. Это примерно вот так вот, если я не ошибаюсь, ну там вот плюс-минус. Короче говоря, флакон полный у Монталь и не должен быть ни маленький, ни большой. Зачем я дубль купила? Во-первых, я очень люблю Red Wood от Монталь, ну а во-вторых, некоторое время назад я коллекционировала Монталь. Сейчас мое желание коллекционировать эти ароматы как-то подутихло, потому что там их столько, что мне, наверное, жизни не хватит их все скупить. Да и мне кажется, и незачем. Более-менее ароматы, которые я хотела и купила, да уже на самом деле, наверное, пора остановиться. Может, конечно, я буду вот прям новинки, которые меня заинтересовали покупать. Ну так, чтобы прям скупать все Монталь подряд ради коллекции, ну, наверное, уже мне не хочется так делать. А купила я дубль просто потому, что собираю, я коллекционирую 100 мл флаконы. 50 мл флаконы у Монталь. Мне кажется, эти-то уж прям, знаете, не предел красоты, надо сказать. А вот эти прям вот, вот, боюсь кого-нибудь обидеть любителей флакончиков 50 мл от Монталь, но они прям для меня вот уродцы. Уродцы прям. И мне хочется его допользовать, и вот, чтобы у меня был только этот. Наверное, так вот. Поэтому, в общем, дубль был приобретен в 100 мл флаконе. Ну, пользуюсь этим, пользуюсь этим. Сейчас что-то последние 2 или 3 дня я прям опять к Red Ud, потому что на улице прохладно, он прям вот на воздухе хорошо идет, хорошо. Описывать его бессмысленно, потому что очень сложно его писать. Это уд, это сладкие печенюшки, это ваниль. Иногда он раскрывается больше удом, больше терпкостью, стерильностью, иногда больше этими печенюшками, даже, возможно, каким-то юбилейным, печенье юбилейным. Вот эта вот удовая острота и мягкость печенья, вот эта ванильность печенья, вот все это вместе на улице, когда есть ветерок, прям звучит для меня очень-очень классно. На этом все. Я надеюсь, что это видео было смотреть для вас неутомительно, потому что оно состояло из двух частей. Я надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. Обязательно заходите на мою страничку в Instagram, буду рада видеть вас и там, обзоры на мои новые ароматы. В первую очередь выходит в моем парфюмерном Instagram, потому что, когда собираются ароматы, я снимаю какие-то видеоподборки. Поэтому, если интересны отзывы на ароматы, которые только-только появляются в моей коллекции, обязательно заходите. Ссылочку на мой парфюмерный Instagram будет под этим видео. Спасибо вам огромное за ваше внимание, за потраченное время на сегодня. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok